Мы сейчас перейдем в новую церковь из святых Кирилла и Мефодии. Кто они? Это создавители славянской азии. В середине IX века болгары приняли христианство, и славянские братья Кирилла и Мефодии создали азию в целях распространения христианства. Потом она перешла в Кириллу при Владимире и распространилась на территории нынешней России и Кирилла. От старинной веки остался только айта, трон владыки и стуля для богомольцев, который отвечает за редкостной твой по дереву, по липовому дереву. Все новое внутри, и в виде около лотаря пламястые густоты, из которых мощи Святого Ивана Крестителя. Это один зубчик, который сейчас в костве левой руки и сейчас в левой костве. Откуда стало известно, что они предотвежат именно этому щитам? А потому что, когда шли в 2009 году раскопки на этом первом, на Большом Актере, а там был монастырь Святого Ивана Крестителя, который был в 14 веке, когда владеет Молгарии. Болгарские археологи под развалинами, там, где был альтар, нашли шкатулы, в котором покоились эти пирмоши. И на шкатулке было написано, что они принадлежат некоему Ивану Иванову. ДНК-анализы в Америке доказали, что эти частицы или костицы принадлежат мужчине, которые жил в первом веке на Ближнем Востоке, приблизительно тогда, когда жил Иисус Христос. И еще было написано число 24 июня, это день рождения Ивана Крестителя. И без обеда новинка, мировые сми разносили по ценам мира. Зазгопол сразу превратился в паломничный сектор. Сюда устремились не только болгары, но и многие устроили иностранцы, которые ездят сюда, потому что в этой церкви происходят чудеса. И рассказываю, что у Сангопол, которая пострадала при теракте, в этой церкви около этих мощей снова приобрела Гоба. Я знаю пятилетнего мальчика из Десвебра, который до пятилетнего чего-нибудь говорил, а в этой церкви около мощей впервые сказал слово «мама». То есть, то есть, то есть, то есть, можно загадать желание. Желательно, чтобы поставили полево там, или на алтаре, или там, где иже, да, и помолиться. И выходим быстро, это действующий экран, и не нельзя снимать, а можно сделать замечание. Просто когда в той иной стороне остается новый Сангопол, где иностранцы приобретают недвижимость, и болгают. И где все зависит от плита стекла, и от степени готовности здания. Значит, Дес движет до квадратный метр, так, с 500 до 2000 евро, за квадратный метр. За этими зданиями, там, где новый Сангопол, великолепные крещеные пляжи. В этой части, где старинный город, скромный пляж. Но местные, как и в Несевере, в старинном, не купаются, а отдыхающих в этих старинных городах мало, потому что здесь красиво, но неудобно отдыхать, потому что шумно идет. Отдыхают в новой части, как и в Несевере, в 7 веке до нашей эры. Представляете, первые греческие колонисты опасались ответственно на население и построили могучую крепостную стену. На стенах была и церковь, даже. В основной церкви была водопроводная сеть, дальше убили, где антические колонисты. А, и будем проезжать мимо этих ресторанчиков, где убили, как и меню, и с детского. Сангополский дом. Сангополский дом по своей архитектуре не отличается от Несеверского. Видим тоже двухэтажный дом. Первый этаж каменный, огорожен высокими каменными заборами и тяжелыми деревянными воротами. Всегда во дворе неизменная виноградная лоза, и под этой лозой всегда обеденный стол, где проходит жизнь семи летом. Второй этаж, как и в Несевере, выступает на улицу, чтобы было побольше места. На втором этаже открытая веранда, которая утопает в цветах. Единственное, в Сазополе на окнах деревянные ставни. Почему деревянные? А потому, что здесь море, постоянно дует ветер, злой ветер иногда, который бьет стекло. Только в Сазополе на окнах такие деревянные ставни. Содержать такой дом, той не обходится, не дешево. Поэтому такой дом может себе позволить только состоятельный человек. В Сазополе очень престижно иметь дом или квартиру. И покупать такие дома, если вообще продаются, люди умственного труда. Потому что в Сазополе, в тиши, провинции, далеко от шума столицы, особенно вне туристического сезона, они и отдыхают, и отдаются творческой работе. Сейчас вы увидите уникальное такое владение, собственно, с прекрасным домом. И во дворе час крепостной стены и антический колодец, который остался со времен Древней Грехи. Сейчас туристы делали себе фотографии на поле этой прекрасной арты.